Вопрос. Три года назад, до того как мы услышали фетру, мы купили дом, взяв деньги в долг под проценты. Теперь мы закончили платить за этот дом. Можем ли мы жить в этом доме? Можем ли мы сдавать его в аренду? Можем ли мы использовать его в качестве рабочего места? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, вы должны покаяться перед Аллахом за то, что прибегнули к ростовщическому кредиту, в виде ростовщичества – одно из самых больших грехов. Всевышний Аллах сказал. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и его посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо. Ибн Кассир, да помилует его Аллах, сказал. Это строгое предупреждение и угроза тем, кто продолжает заниматься ростовщичеством даже после этого предупреждения. Ибн Аббас сказал. Предупредите о войне, то есть будьте уверены в том, что Аллахом и его посланникам будет объявлена война. Ибн Аббас также сказал. В день воскресенья тому, кто поедал доходы с ростовщичества, будет сказано. Возьми свое оружие на войну. А после он прочел. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и его посланник объявляют вам войну. Сура Аль-Бақара, аят 279. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проклял того, кто пожирает доходы с ростовщичества, лихвы, того, кто предоставляет ему эти доходы, того, кто записывает договор о ростовщичестве и двух свидетелях его. Он сказал. Они все одинаковы. Что касается жизни в этом доме, то если вы покаялись Аллаху, нет ничего плохого, что вы будете жить в нем, или сдавать его в аренду, или использовать в качестве коммерческой недвижимости. Постоянный комитет по выдачам фетв спросили о человеке, который взял кредит под проценты и построил дом. Должен ли он снести дом или что ему делать? Ученые постоянного комитета ответили. Если ситуация такая, как вы говорите, то вы, взяв подобный кредит, совершили запретное, потому что это ростовщичество. Вы должны покаяться Аллаху и просить его о прощении за это, а также сожалеть о том, что вы сделали, и иметь твердое намерение не делать этого в будущем. Что касается дома, который вы построили, то не разрушайте его, а используйте его, проживая в нем или для иного. Мы надеемся, что Аллах просит вас за ваши неосторожные действия. Просим Всевышнего Аллаха принять наше покаяние и помочь нам делать то, что он любит и чем он доволен. А Аллаху ведомо лучше.